сегодня будет еще один выпуск из серии о чем был фильм многим такой формат нравится где мы просто вспоминаем самые яркие моменты из хороших фильмов кстати мы недавно пересматривали этот фильм на стриме а еще совсем скоро на стриме мы проведем вечер советского кино посмотрим хорошие советские комедии которые я уверен вы не так часто пересматривали но я имею ввиду именно те которые мы будем смотреть но и в целом стримы теперь проходят регулярно каждую неделю во вторник четверг и субботу мы там смотрим и хорошее кино вроде фильма война балабанова и откровенный трэш вроде раниток чтобы повеселиться проще говоря жду вас всех на стримах они проходят на вас ссылка есть в описании но чтобы их точно не пропустить а еще и иметь возможность выбрать что конкретно мы будем смотреть на стримах подписывайтесь и на мой телеграм-канал ну а теперь перейдем к делу и так о чем был фильм дурак юрия быкова как вы знаете сейчас с доступом к зарубежным сервисом а в частности онлайн кинотеатром мягко говоря все не очень но и в оффлайн кинотеатрах сейчас не все фильмы появляются в связи с этим хочу порекомендовать вам стриминговый сервис flex с доступом к просмотру всех самых популярных мировых фильмов и сериалов по подписке от 199 рублей в месяц вы получите доступ к огромной библиотеке сериалов и фильмов которые уже можно сказать стали классикой также можно купить или арендовать как кстати во всех официальных кинотеатрах принято самые новые фильмы которые не покажут кинотеатрах например сейчас на сервисе выходит варяг одна из лучших картин этого года по версии кинокритиков с отличные многоголосая звучкой новые серии лучших зарубежных сериалов от таких сервисов как netflix amazon apple плюс дисней плюс hbo fox студии других появляются на flex практически моментально благодаря студии tv shows есть конечно же приложение для смарт-тв android tv и смартфонов переходите по ссылке из описания проходите регистрацию которая занимает не больше минуты и смотрите то что нравится кстати на сайте есть подборка сериалов лично от меня на которые как мне кажется стоит обратить особое внимание берется вы начало картина в очень удручающих и гнетущих интерьерах забытого богом и чиновниками общежития в котором живут разные люди но акцентирует наше внимание на конкретной семье мягко говоря на неблагополучной семье вернее как неблагополучной в этой ячейке общества отец алкоголик ему нужны деньги на выпивку деньги которых нет вер деньги где хлеб вчера купила все я все ванцы под полкой пряпу дома жрать нечего а у тебя заначка деньги где видишь меня трясет я не брала я тебе сейчас рожу разобью я тебе клянусь не пей но жажда выпить толкает ну назовем его так отца семейства на домашнее насилие сначала под руку попадает дочь мать хочет за ним заступиться и отец переключается на нее спасает несчастную женщину труба которая обдает горячим паром ублюдка нас переносят квартиру главного героя никитина живет он сыном женой и родителями живут они конечно не так плохо как народ в общежитии но не шибко то и лучше если говорить об условиях их проживания дмитрий работает сантехником но он стремится к развитию и к самореализации поступил в институт и хочет как-то двигаться по карьерной лестнице причем честно они по блату или знакомству жена же как-то скептично на это смотрят ты как думаешь все говорят нам платить надо а ты не слушай как маленький попробовать надо она надо вообще глядишь место федотова займу чтобы него место надо со всеми вось вось а ты так он всем надоел учиться пошел скажет выпендриваешься обязательно скажет обязательно но больше всего можно даже сказать против мать она предлагает сыну лучше взять суду на машину чтобы все было как у людей дмитрий же скорее пошел в отца нежели в мать отец дмитрия всю жизнь прожил честно не рубля ни у кого не украл из-за чего от него отвернулся весь коллектив мужики в кучку шифруются и сюда надо трубы со склада упереть нержавейка чужой они при не здороваются за километров тут кстати такая интересная история что много кто из простых граждан ругает чиновников за коррупцию там и за прочее но при этом сами занимаются тем же самым воруют и поэтому чтобы жизнь наладилась нужно перевоспитывать абсолютно всех начиная конечно самого верха но тем не менее дмитрия срочно вызывают на работу но не на его участок а на участок другого человека вызывают именно его потому что филимонов запил дмитрий прибывает на вызов как раз в то самое общежитие на месте кстати там уже находится и милиция из-за драки тут мы кстати видим еще одно важное и ужасное социальное явление назовем это так речь идет о домашнем насилии многие не особо одаренные как по мне умом говорят что женщины вот сами дуры но брось ты его или в ментовку заяви если ты оказалась в такой ситуации на примере этой женщины можно понять что по факту она просто становится заложницей куда ей идти а если сдать мужа вероятно он сядет на короткий срок а потом вернется еще более озлобленным ну надо было при знакомстве смотреть за кого выходишь скажет все те же люди видимо им не вдомек что при знакомстве это мог быть вообще другой человек вспомните себя лет десять назад вы сейчас и тогда это скорее всего вообще два разных человека не говорю что вы обязательно изменились в худшую сторону но изменились точно вот так и тут дмитрий прибыв на объект понимает что дело тут далеко не в трубе труба лопнула потому что трещина пошла через весь дом мальчики что с другой не справились и ты сам погляди стена несущая так тебе видней в общежитии понятное дело никто нормально капитальный ремонт не проводил именно поэтому все в таком бедственном положении здесь вообще капремонта был у вас нет ты чё федот его не знаешь он стенки краской помазал все остальное в карман но осознание насколько все плохо приходит дмитрию ночью он буквально вскакивает быстро проводит расчеты и приходит к неутешительному выводу что общежитие может рухнуть ближайшие даже не дни а часы плохо там все здание еле стоит я серьезно я сейчас сам расчеты посмотрел устойчивости девятиэтажного дома больше суток не просто выясняется что у матери есть подруга в мэрии она ей звонит и также выясняется что сегодня день рождения у мэра города нины сергеевны галагановой и поэтому все сейчас гуляют в ресторане все чиновники дмитрий немедленно отправляется туда это кстати если вы обратили внимание проходка под музыку имею ввиду это дань уважения балабанова ведь этот фильм посвящен его памяти на ходе в ресторан дмитрий сталкивается с богачёвым который на самом деле один из важнейших персонажей этой картины дмитрий попадает на праздник жизни банкет который закатили в честь дня рождения мэра а все ты ни на серге кстати за глаза правда и по-другому за а ну все хором но этот праздник жизни своей новостью портит главный герой это дима никитин жкх он сергеевна к вам по делу не он сергеевна случилось чп аварийная ситуация в одном из общежитий а микрорайон дело может кончиться большим количеством смертей в ближайшие часы я прошу вас соберите собрание глав департамента я все понимаю юбилей но и бог беда может случиться емельянов главных собираем малый зал галаганова собирает всех начальников в отдельном зале которые конечно настроены по отношению к дмитрию очень скептически ты чего думаешь садись давай федор матвеевич просвещай там две огромные трещины через все несущие с 1 по 9 этаж но что более важно они даже не могут поверить что дмитрий делает это ради простых людей незнакомых ему людей они за своей собственной выгоды тот комиссия нужна из области специалистов штук 10 параметров то вот сколько а этот нибудь а присунул какой-нибудь квартирку помещал вот суетиться потом ответ сейчас два часа но заткнись что верно шары подкатил расплачивайся 800 человек ты представляешь если это рухнет и на последил нам обоим тюрьма я отрезал взять и твоего дом сам собой вырос что тебе про твой дом рассказать или про его как вы тут вообще выживаем галаганова таки решает отправить на место дмитрия вместе с начальником жкх к нему присоединяется и начальник пожарной охраны города на месте все посмотришь пойдем баламут если мы поедем федотов еще злой парень порханью на месте мы еще раз более подробно видим кто живет в этом общежитии но это лишь первое впечатление к этому мы еще вернемся ну и вонь канализацию починивания тут мозги чинить надо 1 шварь живет вот и воняет этот раз служил целом даже некоторым жителям этого общежития самим на себя пофигу но большое начальство на месте убеждается что все действительно так как и говорил дмитрий общежитие фактически уже падает все это доносят до мэра и тут мы конечно узнаем что все чиновники повязаны между собой и сплошь гнилые я половину бюджета в области откатываю половину у нас же там вся дума с курортов не вылезает а бюджетникам дай с голоду пухнут по три самоубийства в год одет дома а многодетные семьи а роддом построила я что печатаю что а самой есть пить детей поднимать у меня три шрама на башке язва гипертония два развода и ты хочешь и о людях ты не думаешь да похрен на тебе у кого стены сыпется тебе свою крышу поскорее доделать у этого скоро от насморка больные дохнуть начнут не зеленки не беда все тащит все прям вот у нас из минтовки свою охранку сделал крышу да если со всех себе отрезаю а у кого здесь рылок то чистый гологанова собирается выводить людей вот тут мы кстати узнаем что в этом общежитии живут не только как выражаются герои этого фильма отбросы общества но еще и совсем другие люди живут 820 человек это 200 семей из них значит 83 многодетных 27 инвалидов 10 ветеранов гологанова вроде как дает отмашку на то чтобы выводить людей правда расселять их некуда поэтому она решает обратиться к знакомому предпринимателю который как раз таки занимается постройкой жилья нужно 200 квартир два корпуса помоги ну ты в своем уме откуда я тебе возьму с тебе эту землю за бесценок отдала мне в 90-х инвесторы людей на части рвали прости оказывается что тот самый инвестор это богачёв тот человек который привел галаганову во власть это твои деньги строки и сафронов мои а люди живые люди урод и после этого звучит наверное один из самых главных монологов этой картины закрой рот сука давно ты о людях стала думать когда 800 человек разом сдохнуть может а когда они по одному дохли то о них думала до себе от каждой статьи в бюджете отрезала думала дороге говно яма на яме народ спивается режет друг друга потому что в городе нормально работы нет молодежь скурвилась скололась по подвалам школах бардак учителям и врачам жрать нечего старикам и инвалидам лучше вообще не жить я сколько для тебя сделает всю жизнь от меня корнишься да если бы не я ты бы так секретарши в реестре и сидела потому что ты никто а я кто и наверху об этом знаю на всех хорошей жизни все равно не хватит поделью на всех и все будем одинаково нищие так лучше будет нет ты подумай хорошенько ты с ними или с нами богачёв по большому счету как мне кажется в этой картине олицетворяет собой в целом капитал ведь опять же по большому счету не столько важны персоналии которые лишь являются частичками деталями большой системы не будет гологанова ее заменит другой деталькой и ничего не изменится чтобы что-то поменять нужно менять систему в целом гологанова конечно же делает выбор в пользу сильных как ей кажется поэтому план и искаменяется тем временем чиновники снова решают пооткровенничать прямо при дмитрии начальник жкх искренне не понимает зачем дмитрию вообще все эти люди почему ему не плевать и откуда ты такой взялся там же люди живы шлай отброс может именно на тот свет и детям и те которые дуку курят отрахаются по чердакам хотя если вспомнить о швале давайте вернемся чуть назад и вспомним что из себя представляет например с ног этого дядечки авоська твой оборвот избалованный насильник наркоман шесть приводов два суда в москве живет своей квартире платно учится на экономиста его то он швалью конечно же не считает хотя чем он отличается от жителей неблагополучных жителей это в общежитии далее происходит то на что начальник жкх и начальник охранной службы не рассчитывали гологанова решает их убить устранить физически чтобы повесить на них всю вину к ним присовокупляют и дмитрия федота все-таки убеждает отпустить дмитрия парня отпустить сантехник кому нужен да вы чё охерели что ли забирай семьи чтобы ночью тебя не было в городе чё встал это правда дурак а ну пошел отсюда главный герой прибегает домой быстро собирается хватает жену и сына в охапку и направляется вон из города он данный наполагал что хотя бы людей из общежития не выведут вон она твоя общага нету там никого спят люди что-то стоишь тут не ментов нет ни пожарки они должны ведь были быть кому они что должны ты в каком мире живешь тебя только что чуть не убили проснись поехали бери антона и уезжай дмитрия кстати не поддерживает в ее порывах жена ты не понимаешь они людей не выводят они их решили там остались что не зли меня там сотни живых людей сотни совесть есть у тебя нет они нам никто неужели ты не понимаешь что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому что мы друг другу никто дмитрий отправлять жену и ребенка и решает вывести людей из общежития самостоятельно выходите на улицу быстро дом падает есть кто нет но общественность проживающие это в общежитии реагирует на это совершенно не так как он думал вот он молодец и на все нормально все нормально вот утря здесь воду пути чё-то финал в этой картине как вы понимаете открытой непонятно упадет в итоге общежития или нет но это и не важно на самом деле ведь фильм не об этом не о том упадет общежитие или даже не о вороватых чиновниках фильм на самом деле о людях о том что мы перестали быть людьми по отношению друг другу нас перестали заботить проблемы других и мы сконцентрированы исключительно только на себе она беда других нам все равно в нас пропало то самое товарищество так я вижу смысл этого фильма надеюсь благодаря этому видео вы вспомнили самые яркие моменты из фильма но если вы смотрите это видео в день выхода прямо сейчас прыгайте по ссылке из описания на мой васт канал там сейчас идет прямой эфир на котором мы смотрим забавный трэш сериал а в следующий вторник мы будем смотреть не самые популярные но при этом замечательные советские комедии ну и на мой телеграм тоже не забывайте подписываться услышимся